Библейский портал экзегет.ру представляет миссионерском путешествии. И в предыдущей главе, конечно, мы видели, как в городе Антиохии Писидийской, это не надо путать с Антиохией Сирийской, там вот они проповедовали, да, но иудеи, подстрекнув вот ряд, так сказать, представительных людей, в том числе почетных и почитавшихся набожными женщин, они изгнали апостола Павла и апостола Варнавы из своих пределов, да, ну и те отправляются в город Иканию. Вот на этом завершилась предыдущая глава, а теперь мы вместе с Павлом и Варнавом следуем в город Иканию. Это все вот территории Малой Азии, ныне это, конечно, турецкие территории, но в те времена там было грекоязычное население, и Павел с Варнавой, будучи людьми грекоязычными, они владели эллинским языком, они вот идут и проповедуют. Итак, в Икании они вошли вместе в иудейскую синагогу, и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и эллинов. То есть, опять-таки, Павел и Варнава, они начинают свою проповедь с синагоги иудейской, с людей, принадлежащих богоизбранному народу, там, где читается закон Моисеев. Соответственно, иудеи слышали пророчество о Христе, поэтому так вот казалось, что лучше начинать вот с них, и они уже слышали пророчество о Христе, а мы им расскажем о исполнении этих пророчеств. Упомянуто, что там было великое множество не только иудеев, но и эллинов. Конечно, имеются в виду не эллины-язычники, а эллины, уже обратившиеся в иудаизм, празелиты, которые тоже уже приняли веру в единого Бога, ну и слушают Ветхий Завет. Но вот когда они проповедуют, что тут происходит? Тут опять вот, как и всякий раз, наступает столкновение. «Они, верующие иудеи, возбудили и раздражили против братьев, сердца язычников. Впрочем, они, то есть Павел и Варнава, пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, который во свидетельство слову благодати своей творил руками их знамени и чудеса». То есть, всякий раз, вот, можно представить, насколько Павлу, да и Варнаве, конечно, и другим апостолам им было трудно. Они проповедуют с искренним сердцем, да, вкладывают все свои силы, но находятся неверующие идеи, которые вспыхивают буквально какой-то ненавистью, негодованием. Вот я вспоминаю, когда только-только приехали мы в Святую Землю, и первым делом нас тут же, так сказать, оплевали, ну, оплевали, так сказать, символически, немножко на расстоянии, но показали, что мы вас, так сказать, ненавидим, мы вас не любим. И вот это вот противостояние, оно идет с тех самых времен, когда апостолы только-только вышли на проповедь о Христе, но, собственно говоря, и ко Христу отнеслись точно так же. Поэтому ничего в этом удивительного нет. И читаем, что иудеи, они стали раздражать язычников, чтобы и те выступили против апостолов, то есть подбивать их на какие-то очень решительные действия в отношении апостолов. Ну, и язычников там было много, собственно говоря, это их территория основные. Тем не менее, апостолы пробыли там достаточно времени, и хотя люди еще вот разделяются, да, и многие к ним недоброжелательно относятся, но апостолам помогает сама благодать Божия, сам Господь им сопутствует, и сказано, что Господь во свидетельство слова благодати Своей творил руками их знамени и чудеса. И это все было, конечно, и для них самих утешением, они понимали, что они оставлены Богом, но также это было поддержкой для новообращенных, которые видели наглядно, что Господь являет силу свою посреди неверующего народа. Между тем, народ в городе разделился, «И одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Когда же язычники и иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнав о всем, удалились в ликаонские города Листру и Дервию, и в окрестности их, и там благовествовали». Это вот сейчас, конечно, так легко читать, что ну да, вот там против них они перешли, а на самом деле жизнь все время вот как на волоске висела у них, то есть всегда вот они как по краю пропасти ходили, пытались их в эту пропасть столкнуть, и каким-то чудом Божьим смерти они избегали. Получается так, что все-таки, хотя вот разделение, что некоторая часть города принимает апостольскую проповедь, но тем не менее вот те язычники, которых подстрекали иудеи, да и сами иудеи, уже решились убить и Павла, и Варнава. Но они удаляются. И вот вспомним, что сам Господь, он прямо говорил, что если гонит вас в одном городе, то бегите в другой. И в этом ничего постыдного нет, потому что наша задача – это свидетельствовать о Христе. Вот если где-то слишком агрессивное отношение к проповеди, то смысла метать бисер перед свиньями нет. И нет смысла себя давать на растерзание свиньям. Спаситель говорил, что вот если будете метать бисер, то тогда, смотрите, они же попрут этот бисер ногами своими, а потом обернутся и растерзают вас. Это уже не свинья какие-то, вепри, дикие, кабаны, лесные свинья. Ну, действительно, бывают они очень злые, иногда раздраженные такие, поэтому не надо их провоцировать. Идите туда, где вас услышат, и не испытывайте судьбу. И вот апостолы так и делают. Они удаляются в другие города. Ликони – это области, там Листра и Дерви. Это города, рядом друг с другом находились, и там они благовествуют. И тут вот совершается такое чудо, на котором особо останавливается внимание евангелиста Лука, описывающий деяния апостолов, читаем. «В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром, от чрева матери своей, и никогда не ходил». То есть тут все очевидно. Вот все знали, что этот человек, он от чрева матери хром, ну, не знаю, что там, с суставами его чего-то, там, или сухожильными, как бы там ни было, он никогда не ходил. И все про это знали. И вот он обращает внимание на проповедь апостолов. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления. Вот это интересно, да, такой акцент, что этот человек, когда слушал, и Павел смотрит, и как бы они встречаются глазами, и у того человека, у него душа открыта, прежде всего, открыто принять Христа, ну, и, конечно, он верует, что Христос, как Господь, как воскресший, то есть победивший смерть, он может исцелить и его, вот этого хромого, и спаситель приземной жизни, исцелял же хромых, парализованных там и прочих. И, соответственно, и сейчас, когда он воскрес, когда он победил смерть, он может воскресить его. И Павел видит, что этот человек имеет веру для получения исцеления. Вот, может, почему у нас бывает, может быть, молитва не исполняется, что мы тепло-хладно молимся, у нас нет такой веры. И Павел в данном случае сказал громким голосом, «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа стань на ноги твои прямо». И он тотчас встал и стал ходить. Подобные случаи уже описывались, конечно, раньше, когда апостол Петр и Иоанн исцеляли, да. И тут вот, конечно, это перед всеми. Ну, представьте себе, вот всю жизнь он там сидит, да, просит подаяния к нему снисходительно относится, а тут вдруг вот встань во имя Иисуса Христа, да. И он встает и начинает ходить прямо, и для всех, конечно, это просто, ну, шок какой-то, что такое творится, да. Человек исцелился, а исцелился чем? Именем Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому мы и говорим, что это самое дорогое имя, потому что нет иного имени ни на небе, ни на земле, которым нам надлежало бы спастись. Поэтому сам апостол Павел впоследствии пишет, пишет в послании к филиппийцам, что Бог Отец даровал ему имя превыше всякого имени, да, имени Иисуса Христа преклонится всякое колено небесных и земных и преисподних, то есть имя Иисуса Христа, не имя Яхва или Ягве, да, не какое-то иное имя, пусть уж свидетели Ягова немножко вот потерпят, слушая эти слова, но таково учение Божественного Откровения. Именно имя Иисуса Христа целительное, потому что оно божественное имя, потому что оно имя Бога, ставшего человеком и исцеляющего все человеческое, обоживающего человека и человека, возводящего к вершинам Божества. Поэтому вот исцеляются, и поэтому мы молимся Господу, молитвы Иисусовой, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, то есть исцели нас, Господи, от нашей духовной хромоты, чтобы нам не хромать, тоже вот как мы тоже от чрева матери хромлим в делах добрых, да, мы постоянно притыкаемся о свои же собственные грехи, и мы молимся, чтобы Господь нас исцелил, а Господь ждет нас, от нас вот этой веры, да, что мы готовы принять исцеление. Имя Иисусова творит чудеса, молитва Иисусова, она приобщает человека вот к этой божественной силе. Так, читаем, народ же, увидев, что сделал Павел, вот тут, братья и сестры, здесь очень интересно, такой неожиданный поворот, причем это было неожиданно для всех, сейчас вот только мы так описали все это, старались красочно представить, но наиболее красочно это было для самих людей, которые увидели язычников тех мест, и Павел даже не ожидал, что произойдет, что случилось, а случилось следующее, народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски, боги в образе человеческом сошли к нам и называли Варнаву Зевсом, а Павла Ерми, то есть Гермесом, потому что он начальствовал в слове. Ну, представьте, вот исцеляется безнадежно больной, люди, вроде бы они слышали проповедь, но понимаете как, вот языческие люди, народы, особенно те, которые простые язычники, они с большим удовольствием слушают что-то новое, и когда к ним приезжают миссионеры христианские, то всегда, как правило, они это слушают, но еще они не утвердились, и когда какое-то чудо или что-то такое, они где-то суеверно или полусуеверно это начинают воспринимать, а так как у них, вот в данном случае, у них же были свои еще языческие представления, они просто первую речь христианскую услышали, то, конечно, чудо начинают многие понимать по-своему, и как считают, да это же, кто к нам пришли, вот Павел и Варна, да это, наверное, боги сами явились в человеческом облике, и считалось так у язычников, что действительно боги могут являться в любом образе, там, в виде животного, там, или в виде, там, орла, там, ну, тем более, в виде человека могут явиться на какое-то время, и в этих местах, вот, есть такие исторические данные, там рядом как раз храм, посвященный, языческий храм, посвященный Зевсу, а Гермес, или Ерми, он был всегда спутником Зевса, вот, когда Зевс, согласно мифологии, антично являлся, то, и, соответственно, ему сопутствовал Гермес, при этом Гермес был таким красноречивым вестником, красноречивым вестником каких-то вот высших истин, и он бог такого вот молодости, юношеской красоты, а получалось так, что Варнава, он старше возраста, более такой благообразный, убеленный сетинами, поэтому считали, что вот он более, как внешне более величественный, он, значит, подобен Зевсу, ну, наверное, это Зевс произошел, а вот Павел, который начальствовал в слове и красноречиво говорил, то есть нечто такое живое в его облике, в его характере, в его характере, и поскольку он именно вот возвещал так, то он им напоминал Гермеса, как вестника божественных истин, и, соответственно, они так сказали, да это же, наверное, Зевс и Гермес к нам явились, то есть вот они боги, ну, собственно, у язычников, понимаете, у них сами боги фактически те же люди, только наделенные большим могуществом, то есть если взять античную мифологию, там все боги, их они как люди, даже страсти те же самые, но тем не менее у богов больше могущества, и как только тут они увидели некое могущество в исцелении хромых, то сказали, вот они эти боги, которые приявили, и которые пришли к нам, и тут же вот в этом, понимаете, фанатичном таком народном восхищении, да, тут же что происходит, ну, а раз боги, значит, надо совершить им языческое поклонение, культ совершить, жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, вот это, кстати, подтверждается, действительно, там было святилище в честь Зевса, вот этот жрец идола Зевс, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение, ну, отчего тут, так сказать, оттягивать, да, давайте сразу же и поклонимся им, принесем им жертвы, в жертву действительно приносили, могли, валов, да, и венки, которые сплетались из каких-то вот цветов, да, ну, вот мы знаем, из лавровый венец возлагались там на победителя, но и на жертвенных животных тоже возлагались венки, это была часть религиозного языческого ритуала и все это вот приносят, то есть Павел и Варнава с недоумением смотрят и что-то там за какие-то движения в народе пошли и друг с другом они полиэкаонски разговаривают, тем более на речи такое свое, да, они сразу тоже поняли, о чем речь идет, а те тем временем пытаются, собираются совершить жертвоприношение и вот как только разобрались, то тут что, читаем, но апостолы Варнава и Павел, услышав о сём, разодрали свои одежды и бросившись в народ, громогласно говорили, мужи, что вы делаете? Конечно, что такое раздрание одежды, это такая вот была, ну как сказать, в иудейской культуре ветхозаветной устоялся такой, как бы, внешний знак выражения сильного огорчения или сильного расстройства, то есть человек так вот машинально как бы раздирал на себе одежды в знак выражения этого, вот это было в такой культуре ветхозаветного народа, и поэтому они так сделали слишком сильно огорчившееся произошедшее, потому что мы же вам Христа возвещали, спасителя, истинного Бога воплотившегося, а вы нас за богов посчитали только потому, что вот явилась вот эта сила благодат, она-то от Христа эта сила, и, значит, Павел и Варнава бросаются к ним, говорят, что вы делаете, и мы подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных, то есть от сих ложных богов, Зевса, Гермеса и прочим, к Богу живому, то есть те боги, это боги мертвые, а вот обратитесь к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, и вот интересно, что проповедь их к язычникам, она отличается от той проповеди, которую апостолы совершали в синагогах перед лицом иудеев, иудеи уже научены, ну да, вот там Бог сотворил в шесть дней, там он вел народ, и надо было иудеям доказать, что Христос и есть обетованный Мессия, о котором предвозвещали в Ветхом Завете, а вот язычники, они о законе Моисеевым ничего, ну, может быть, и слышали, но совсем чуть-чуть и не разбираются в этом, язычники считали, что там куча богов, да, кто от кого произошел, там, кто кого куда изгнал, там, поколотил, кто кому позавидовал, кто с кем в брак вступил и так далее, вся вот эта мифологическая чепуха, а о том, что есть подлинный, единый, истинный Бог, который все сотворил, они не знали, и вот нужно им именно это доказывать, аргументировать, то есть, когда мы идем к людям еще не религиозным, к атеистам, нам нужно обязательно прежде всего аргументировать, что у мира есть творец, что мир не сам с случайным там сцеплением, да, вот каких-то атомов, непонятно чего, там раз, вот сцепилось, и компьютер возник, да, ну, просто вот, землетрясение какое-то произошло, и потом раз, вот падают там мобильные телефоны, нет, так не получается, из хаоса не может появиться что-то разумное, разумное происходит от разума с большой буквы, и таков вот наш премудрый творец, и вот Павел в данном случае всегда, когда обращался к язычникам, именно так он говорил, и здесь он пытается их вразумить, значит, чтобы вы обратились от всех ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, исполняя пищу и весельем сердца наши, то есть Павел и Варнава, они говорят о чем? О том, да, Господь попустил жить вот в язычестве, что такое язычество? Это стихийная религиозность, это религиозность падшего человека, когда он хочет все-таки вот по потребности сердца проникнуть к чему-то, ну, потустороннему, да, к сверхъестественному миру, то есть он не удовлетворяется куском хлеба, топором, который он держит в руках, в общем, тем, что он наблюдает какие-то плотские удовольствия, а ему, он чувствует, что вот есть некий иной мир, и он туда тоже пытается проникнуть, язычник, но не будучи просвещен духом святым, он сталкивается с обольщением падших духов, и бесы искушают, и, в общем-то, все язычество, это что? С одной стороны, вроде бы интуиция, познание, что да, есть загробный мир, что у тебя есть душа, что душа расстается с телом, что ты, может быть, даже понесешь ответственность за свои дела, но в реальной практической сфере языческая религиозность это соприкосновение с падшими духами, которые тебя обольщают, и отсюда шаманизм, отсюда всевозможные магические культы, заклинания, попытки вступить во взаимодействие с вот этим миром духов, как они говорят, и, собственно, все боги, языческие, античные, это тоже вот игра бесовская, то есть, просто создавались в человеческом сознании путем бесовского обольщения, те или иные образы якобы божеств, а на самом деле за ними стоят демоны, и вот людям это попускалось, но при этом Господь не переставал свидетельствовать о себе, то есть, да, вот мир, как удивительно чудный, красивый, премудро устроенный, свидетельствует о том, что есть Творец, Он благой, Он промыслитель, Он подает нам и там вот эти времена благоприятные, да, то есть, конечно, мог бы Господь все просто уничтожить, как всемирным потопом, и все, но нет, Он нас терпит, поэтому что-то подает, и времена плодоносны, исполняй пищу и весельем сердца наши, то есть, даже вот эти вот естественные радости, когда ты вкушаешь, допустим, вкусные какие-то фрукты, овощи, да, вот эта вот пища, которая исполняет весельем сердца наши, это тоже от Бога, потому что эти дары, они тоже от Господа Творца, и таким образом Господь как бы символически показывает, что Бог хочет только благом и радостью одарить всех людей, и говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой, то есть, еле-еле их убедили, что мы люди, что вы напрасно подумали, якобы мы боги какие-то, ну, люди в замешательстве, то, значит, они видели какое-то чудо, значит, тут какие-то боги явились, то вдруг им говорят, что нет, мы вовсе не боги, расходитесь по домой, значит, а как же ритуал вот этот, которым привыкли совершать, да, ну, в недоумении расходят, а тут третье добавляется, совершенно все запутывающее, значит, между тем, как они, оставаясь там, учили, продолжали проповедовать, из Антиохии и Икании пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, они не говорят ничего истинного, а все лгут, то есть, вот, то, что в Антиохии вот их гнали активно, сначала иудеи, а потом и язычники, и потом икани из предыдущих городов, вот они, узнав о проповеди апостолов в Листре и затем до Дерве, ну, сначала в Листре, конечно, вот, они приходят сюда и тут убеждают народ, и представьте, что вот эти местные жители, то, значит, видели чудо, то, значит, посчитали их за богов, а тут им говорят, да они все вообще врут, и вообще не слушайте их, что вы тут уши, так сказать, развесили, и действительно убедили народ, и что самое поразительное, и возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим, вот это вообще неожиданный поворот событий, и глядите, значит, просто, ну, какая здесь, так сказать, амплитуда поступков, насколько вот разброс, то, значит, их обогатворяли, а здесь, а здесь уже исполнившись ненависти, решили убить, то есть, насколько человеческое мнение неустойчиво, да, и когда ты только вот первую проповедь услышал, то понятно, у тебя вдохновение, но ты еще неустойчив, а тут приходят какие-то вот зложелатели, они активно так вот нашептывают, что это вот лжецы, обманщики, они хотят тут все там, значит, уничтожить, все культуру нашу уничтожить, поэтому лучше вот с ними расправиться, и действительно, ведь возбудили этот народ, вот только что их боготворили, а теперь решили убить, и побили Павла камнями, конечно, вот скажу так, что для языческого мира это не очень было характерно, такая казнь, да, то есть там, тем более, это в пределах Римской империи, и должно было совершиться судопроизводство, ведь Павел тем более римский гражданин, но, видимо, его и никто не спрашивал, гражданин ты там или не гражданин, сейчас просто вот убьем, и делу конец, и это способ, всецело иудейский, поэтому поскорее, пока вот никакая власть не вмешалась, вытащить его, побить камнями за городом, ну и точнее даже его там, где схватили, побивали камнями, а потом уже вытащили за город, почитая мертвым, ну и поскорее вот стали там его забрасывать камнями, и что еще интересно, ведь вот это было такое первое действительно такая вот попытка, ну и осуществление в каком-то смысле побиения вот Павла, и он наверняка в этот момент вспоминал, как он сам видел, как Стефана, первомученика, побивали камнями, то есть первый мученик, Стефан, убитый непосредственно значит иудеями, и Павел, будучи Савула, вот со стороны стоит и смотрит, и стережет одежду убийц, и вот тут вот тоже наверняка он это все вспомнил и молился, а может быть, кстати, Стефан, первомученик, теперь на небесах молился о нем, и поддерживая его, чтобы он как раз не умер в этой ситуации, потому что Павел давно уже раскаялся, да, и Господь предсказал, что сколько он пострадает за имя Христова, то есть да, он гнал, но зато сколько он после этого пострадает за имя Христова, и так его побили, что все, в нем уже практически нет дыхания, посчитали его за мертвым, вот вытащили, выволокли его тело и бросили за городом, то есть представляете, да, но толкователи, конечно, не говорят, что он там действительно вот умер, но уже казался мертвым, настолько он был побит камнями, и видимо здоровье после этого тоже его, конечно, пошатнулось, но, что удивительно, вот когда же, значит, он и дальше проповедовал, когда же ученики собрались около него, и вот в огорчении смотрят, он встал и пошел в город, то есть удивительно, он настолько жил, настолько он воодушевлен был идеей проповеди о Христе, ну, конечно, когда сам воскресший Христос ему явился, и свет, помните, осиял, он на время ослеп, потом прозрел, да, и вот это, и потом еще он созерцал Господа, то он не мог не проповедовать, и он, встав, тут же идет в город, а на другой день удалился с Варнавы в Дервию, для продолжения проповеди, проповедов Евангелие сему городу и приобретя довольны учеников, они обратно проходили Листру, Иканию и Антиохию, вот это, понимаете, вот Евангелист Лукава пишет коротко, но для нас это просто вот огромные какие-то сведения, если мы правильно, внимательно отнесемся, ну, представьте, ведь его в Листре побили, из Икании его изгнали, из Антиохии тоже, и побили-то из-за чего? Из-за того, что зложелатели с Антиохии, Писидийской и Икании пришли и подстрекали народ, а он смело проходит Листру и Иканию и Антиохию обратно, вот как ни в чем не бывало, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие, многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. И вот это вот его слово на самом деле оно как испытанное жизнью, да, вот мы все там проповедуем, что ну вот там многими скорбями, а он-то побит был камнями фактически до смерти, вот эти травмы еще раны не зажили у него, и он говорит, что в Царстве Божьем мы можем пройти только многими скорбями, он уже исповедник, да, вот как новомученики, допустим, двадцатого века, которые прошли вот эти застенки издевательства, лагеря, и потом их слово становилось действительно вот как слово испытанных людей, вот так Павел сам претерпев страдания говорит ученикам, и они слушают вот как живое свидетельство о Христе, и он утверждает их души, конечно, синагоги он в это время не посещал, но он не боялся появляться среди своих учеников в этих городах, рукоположив же им пресвитеров каждой церкви, они помолились, кто они, Павел и Варнава, помолились с постом и предали их Господу, в которого уверовали, и вот мы видим, как в этих местах, вот в первое миссионерское путешествие апостола Павла появляется и первая иерархия, они рукополагают сказано пресвитеров, ну, конечно, в нашей устоявшейся терминологии пресвитера, они же священники, то есть, те же, кто совершают таинство, могут крестить, исповедовать, причащать, совершать таинство Евхаристии и так далее, возглавлять церковные общины, кроме того, историки, они так говорят, что в первом веке термин пресвитер в том числе относился к епископской степени, поэтому, может быть, они не только пресвитеров рукополагали, но и епископов, ну, об этом напрямую мы не видим, во всяком случае, священнослужители уже ими рукополагаются, и вот мы раньше читали, как сами Варнава и Павел были рукоположены перед тем, как отправляться на проповедь, и, вероятно, это было именно епископское рукоположение, а тут они уже рукополагают пресвитеров, то есть, вот, как действует апостольское преемство, и как рукоположение дальше по цепочке начинает передаваться. «Потом, пройдя через Песидию, пришли в Памфилию, и, проповедав слово Господне в Пергии, сошли в Атталию, или Анталию, город известный, а оттуда отплыли в Антиохию, это уже имеется в виду Антиохия сирийская, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили», возвращаются вместо Искоева отправлялись на первое путешествие апостольское. «Прибыв туда в Антиохию и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам, и пребывали там немалое время с учениками». Конечно, всем в Антиохии, всем христианам было очень интересно узнать, как вот проповедь среди иудеев в Малой Азии, как она увенчалась ли успехом, и оказывается, что прежде всего это иудеи, конечно, противились, прежде всего откликались язычники в тех местах, да и сами язычники тоже то так вот, то сяк, то даже обожествляли, то потом побивали, но тем не менее появились первые церковные общины, куда были рукоположены священники. Вот такое интересное состоялось путешествие у апостола Павла вместе с Варнавой, в каком-то смысле мы сопутствовали им, и созерцали, как Господь своим промыслом ведет своих учеников, своих проповедников, за это мы возблагодарим Господа и в следующий раз узнаем, а что же было дальше, потому что, значит, вот это само известие о проповеди, оно тоже вызвало некие такие вот, тоже разномыслия, там, рассуждения, и для этого был собран, для решения этих вопросов, особый собор в Иерусалиме. На этом мы завершаем чтение книги Деяния, с Божьей помощью в следующий раз продолжим. Храни вас Божие, дорогие братья и сестры, всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok